Интересный факт. Вот если причаливать очень плавно по этому закону, то мы никогда не остановимся. Изменим закон причаливания. Изменим закон причаливания. Я сейчас напишу формулу. v от s равняется корень квадратный под корнем 1 минус s. Вы нарисуете график этой функции. v равняется корень квадратный под корнем 1 минус s. Вот на том же отрезке пути от 0 до 1. Итак, мы рассматриваем новый закон движения. Вот такой. Пусть формула 2, а 1 будет относиться к линейному закону. Значит, как получается этот график? Значит, все знают стандартный график. v от s равняется корень квадратный из s. Половина параболи. s горизонтально. Далее мы строим такой график. v от s равняется корень из 1 плюс s. Вот повторим преобразование графиков. Там мы гиперболу с вами сдвигали. Теперь сдвигаем параболу. Куда мы должны сдвинуть эту параболу? Влево. Влево. Совершенно верно. Значит, влево на единицу. Точка минус 1. Ну и, наконец, последнее преобразование. Мы почти что добрались до требуемой формулы. Похожа уже наша формула эта. Осталось выполнить последнюю замену. Вместо s написать минус s. И получится формула 2. А теперь вспомним. Если в формуле, делающей функцию, аргумент, в данном случае s, заменить на минус s. Что происходит с графиком? Перевомон. Симметрия относительно оси? Абцесс. Совершенно верно. Симметрия относительно оси абцесс. Итак, мы приходим с вами к закону, причаивая скорость v. Мы решили рассматривать только участок ос от нуля до единицы. Стало быть, получается вот такая дуга гиперфона. У меня получилась похожая на окружность, но это не окружность. Я формулу напишу. v равняется корень изделительства минус s. Дуга параболы. Да, параболы. Значит, это дуга параболы. Итак, закон причаивания выражается формулой. Скорость причаивания v зависит от s. Вот указанным образом, формулой 2. График этой функции, это дуга параболы. Проверим. При единице в конце пути скорость сравняется с нулю. В начале пути при s равном нулю скорость сравняется с единицей. И скорость уменьшается. Эта функция убывает, значит, действительно происходит торможение. Происходит причаивание, и в конце пути скорость сравняется с нулю. Плавно, так сказать, мы останавливаемся. Но мы уже с вами в предыдущем... Опытный, да, предыдущий пример показал, что, как говорится, гладко на бумаге, да? А может быть, в реальности это и не получится, это причаивание. Может, здесь происходит этот процесс, длится бесконечно долго. Бесконечно долго. Ну, для сравнения я покажу вам здесь график предыдущей формулы. График предыдущего закона причаивания. Это линейные функции, да? И давайте так напишем. Это пусть будет у нас v1, скорость, закон v2. А v1 это единица минус s. Единица минус s. Значит, мы с вами видим, что скорость v2, как связано с v1. Кто больше? Что больше? v1 или v2? Так, ну что-то я хотел плохо услышать. Больше кто-то... Что? v2 больше. Вот так. Ну, или в концевых точках правильности. Значит, если так, то, соответственно, время причаивания t2 меньше или равно v1. А время причаивания v1 это какое время? Сколько? Помните? Бесконечность. Да. Вот это и бесконечность. Но отсюда еще не следует, да, что это время конечное. Может быть, и здесь тоже процесс причаивания занимает бесконечно долго. Бесконечно долгий промежуток. Длится бесконечно долго. Сейчас мы с вами докажем, что вот в этом случае, в случае закона причаивания, выражаемого формулой 2, время причаивания конечное. Значит, за конечный момент мы достигнем конечной точки нашего пути s равное единице. Сейчас я должен сделать отступление в математику. Это у нас все-таки была физика, простейшая механика, да? А сейчас отступление будет в математику и в обращенный гармонический ряд. Сейчас мы будем рассматривать сумму таких дробей. 1 делить на 2 в степени s, плюс 1 делить на 3 в степени s, плюс 1 делить на 4 в степени s, плюс 1 делить на 5 в степени s и такая же. Значит, будем рассматривать сумму такого же, да? И будем считать, что теперь... Так, в исходном, что мы вначале говорили, в первом нашем гармоническом ряде, чему равнялась показатель s? Сколько там было? Единиц, да. А теперь будем считать, что s больше единицы. s больше единицы. Значит, в знак того, что эта сумма конечная, я хочу так вот, так вот, единица делить на 5. Единица делить на 5. Будем рассматривать такие конечные суммы. Теперь s, конечно, отбедаем. Теперь мы будем оценивать вот эти суммы сверху. Для этого группировать будем по-другому. Не так, как в первом случае. Значит, группировка будет такая. Сейчас посмотрю, чтобы не ошибиться. Значит, мы там группу в скобках у нас чем завершали? Последние слагаемые в каждой скобке, это была степень двойки. А теперь мы будем начинать со степени двойки. Будем рассматривать вот такие суммы. Здесь слагаемых, опять же, чтобы не ошибиться, будем говорить, что здесь n слагаемых. И тогда впереди напишем слагаемые еще 1 делить на 1 в степени s. Значит, n слагаемых. А группировка мы будем их по-другому. Каждая наша группа слагаемых будет начинаться со степени двойки. Значит, 1 обосудим. Потом скобка 2 в степени s плюс 3 в степени s. Скобку закроем. Появилась следующая степень двойки, число 4. Начнем с этой числёрки следующую скобку. И так далее. Дойдем до слагаемого 1 делить на 7 в степени s. Потому что следующее слагаемое связано с восьмёркой. Это степень двойки. И так далее. Так, последнее слагаемое в этой скобке какое? 15. Да, связано с числом 15. И так далее. Я всё-таки хочу для порядка 1 делить на ряд. Чтобы подчеркнуть, что мы рассматриваем всегда конечную сумму. А теперь будем оценивать это сверху. Меньше или равеннее. Ну, может быть, можем написать строгое неравенство. Для нас это не важно. Итак, единицу оставляем неизменно. И посмотрим на эту сумму. Здесь два слагаемого. Какое слагаемое больше? Первое или второе? Первое больше. Потому что знаменатель меньше, дробь больше. Поэтому вместо этого маленького слагаемого мы возьмём большое первое. Два их возьмём. Тогда это оправдает появление этого знамя. Значит, будет 2 делить на 2 в степени s. Смотрим на следующие 4 слагаемого, объединённых вот в эту скобку, заключённую в скобку. Их 4. 4, 5, 6, 7. 4 зноминации. Значит, 4 слагаемых. И вместо каждого слагаемого мы заменим на большую грудь, да, из этих 4. А самая большая грудь вот эта, у которой знаменатель самый маленький. Значит, 4, 7, 5. Дальше, ну, уже закономерность понятна. Как куплеты в песне повторяются легко, так и здесь. Тот же самый припев. Припев повторяются, да, в песне. Вот. Слагаемых здесь 8 штук. И мы каждое из них заменим на большую. На большую слагаемую. Вот эта дробь, первая дробь, больше всех остальных. Значит, 8 делить на 8 в степени s. Пусть будет, значит, 2 в какой-то степени, если говорить аккуратнее, допустим, в степени ks. Вот так вот, давайте напишем. Да? Пусть последние слагаемые, вот такое. Мы же видим, что здесь 2, 4, 8, то есть степени двойки. Значит, последние 2 в какой-то степени, а потом еще в степени s, значит, вот так. В числителе 2 в степени k. В числителе еще 2 в степени k. А в числителе еще 2 в степени k. Да, 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 да. Потому что, смотрите, 2, 2, 4, 4, 8, 8. Это если считать, значит, мы будем считать, что m1, ну вот, 2 в степени ks. Или последние слагаемые предпоследние. Посмотрим, что же получилось у нас. Первое слагаемое такое. Единица, потом 1 делить на 2 в степени s без единицы. Следующие слагаемые делим на 4 в степени на 4. Потом 4, это 2 в степени во второй. Значит, получается вот что. Проверим. Если это двойка здесь, аппарат, будет 4 в степени s минус 1. Тут как раз и написано, 4 в степени s минус 1. Следующая слагаемая будет 1 делить на 2 в степени s минус 1 в кубе. Так, вот тут у нас было конечное число слагаемых. Я как-то это отмечал, да? Но если увеличивать, брать количество слагаемых не ограничено, то это будет так вот. Будем считать, что таких слагаемых здесь бесконечно много. А если вы посмотрите на эту бесконечную сумму, то это есть сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Значит, что это такое? Геометрическая прогрессия. Первый член единица, а знаменатель равен 1 делить на 2 в степени s минус 1. Каждый следующий член, это непоследовательность, получается из предыдущего умножения вот на этом группе. Поскольку у нас s больше 1, s больше 1, мы помним, то 2 в положительной степени больше единицы, и поэтому это 2 меньше единицы, знаменатель меньше единицы, это получается сходящаяся геометрическая прогрессия. И ее сумма есть некоторое число. Иногда только конечное число, но мне кажется, любой число конечный. Значит, она расходится, она имеет сумму. В какой-то число. Значит, что же получается у нас? Мы с вами доказали, что вот этот обобщенный гармонический ряд, вот этот такой ряд, сходится, то есть слагальные суммы такого вида все ограничены сверху, не превосходят, не в качестве. Значит, обобщенный гармонический ряд сходится, если показатель s больше единицы. Это означает, еще раз я повторю, конечные суммы такого вида, содержащие n слагаемых, все они ограничены сверху некоторым числом. Не превосходят некоторое число. Сколько бы мы не набирали вот этих слагаемых здесь, сколько бы мы не набирали, мы никогда не превзойдем некоторую границу. Хорошо. И вот этот факт, это математический факт, позволит нам сейчас доказать, что в случае причаивания согласно закону 2, в случае причаивания согласно закону 2, время причаивания конечное.